Уважаемый президент, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Спасибо, что несмотря на драматическую ситуацию в вашей стране, вы тем не менее кликнулись на нашу просьбу и приехали в Россию. В соответствии с вашей просьбой мы приняли решение и оказываем эффективную помощь сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом, который развязал против Сирии настоящую войну. Сирийский народ практически в одиночку оказывает сопротивление, борется с международным терроризмом в течение уже нескольких лет, несёт серьёзные потери, но в последнее время и добивается серьёзных результатов положительных в этой борьбе. Попытки международного терроризма оставить под свой контроль значительные территории на Ближнем Востоке, дестабилизировать ситуацию в регионе, вызывают законные опасения во многих странах. Это беспокоит и нас, Россию, имея в виду, что, к сожалению, на территории Сирии с оружием в руках против правительственных войск воюют и выходцы из республик бывшего Советского Союза. Соответственно, насчитывается около 4 тысяч как минимум, и мы, разумеется, не можем допустить, чтобы они, получив боевой опыт и пройдя идеологическую обработку, появились на территории России. Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе позитивной динамики в ходе боевых действий в конечном итоге всё-таки долгосрочное урегулирование может быть достигнуто на основе политического процесса. И в конечном итоге решающее слово, безусловно, должно оставаться исключительно за сирийским народом. В Сирии дружественная для нас сторона. Мы готовы внести свой посильный вклад не только в ходе боевых действий, в борьбе с терроризмом, но и в ходе политического процесса. Разумеется, в тесном контакте с другими мировыми державами и со странами региона, которые заинтересованы в мирном разрешении проблемы. Ещё раз добро пожаловать. Киман Марра, мурахмобьяку. Большое спасибо, господин президент. Веда soap оуду, а школь кум, а школь кум, а школь кум, а шляб, а шляб и шляб и шляб. Спасибо за то, что они стоят за единство Сирии и за её независимость. В основном, с детьми странами, создавая решение о праве решениях. Я хочу отметить, что эти силы, которые они работали с первой политикой, с начала войны, были удастись в том, что это позволяет сделать, что это не менее суть, чем у них была обязательна. И что я считаю здесь, что с революциями, которые мы увидим сегодня, И, конечно же, каждый понимает, что любое военное действие в своей стране. И, конечно же, я уверен, как вы уверены, что задача этой работы, которую мы делаем в Сурии, это оборудование, потому что это опасно для людей. И, конечно же, это не опасно для людей, потому что это не опасно для каких-то политические и реализаций, которые могут уничтожить. Весь народ хочет участвовать в...